Ну что, всем добрый вечер! Большой привет из Казахстана, города Кустанай. Сегодня мой дебют. Для начала я все-таки хочу предоставить слово своему любимому спонсору. Это супермама, жена, супруга, да? Это самый, не знаю, суперский друг, наверное, суперлидер казахстанской команды нашей. Он сына и корпоративный директор. Кстати, она у нас первая открыла у нас в Кустанае, для всех нас, кустанайцев, компанию APL, за что ей огромное-огромное спасибо. Вам слово. Благодарю, Динарочка. Вот прежде чем представиться, давайте я сразу, вот Динара, я люблю все сразу на чистую воду выводить. Я немножко про тебя скажу сразу. Динара тот человек, который вообще ничего не хотел слышать. Ничего не хотел. Умсунай, будет время, я сама, я сама. Мне только вот дайте гроб, вот витаминчики деткам, и все. На сегодняшний день вы видите, где Динара, это управляющий директор, и не просто она влюблена в продукт, и вот хочет здесь сделать огромный бизнес строить. Поэтому вот так вот бывает, друзья мои. Ну что ж, благодарю тебя, Динарочка, за предоставленное слово. Я, конечно, хочу сегодня поприветствовать всех гостей. У нас уже 71 человек в кабинете, в секунду добавляются люди. Я буду, конечно, там где-нибудь в чате писать, сколько у нас человек, кому интересно. Но вот на сию минуту 71 человек. Это уже 72 вот изменилось. Это очень круто, это классно, что столько людей присоединяются и хотят сегодня быть на нашей встрече. На самом деле, давайте я представлюсь. Меня зовут Умсунай Ерденова. Мне 55 лет. Я мама троих деточек. Замужем. Мой муж, Кайрат, меня очень хорошо поддерживает во всех моих начинаниях. И год и 8 месяцев назад я ему заявила, что в интернете нашла такой продукт, такую компанию. Он сказал, ну, ты так редко говоришь, но если ты говоришь, наверное, что-то эксклюзивное. Я говорю, там столько всего. Он говорит, объясните. Я говорю, это не объяснить словами, это нужно прочувствовать сердцем. И на сегодняшний день, вот год и 8 месяцев я в компании, еще больше, еще больше я влюбляюсь в эту компанию, в этот продукт, потому что столько результатов по здоровью. У меня у самой шикарные результаты. И столько людей чудесных, друзей я здесь приобрела. Динарочка, ты сама будешь представлять или мне представить? Ну, давайте вы начнете немножко, я уже там подсоединилась. Хорошо, благодарю. Прям не терпится, Динар, мне так удобно сказать. Я знаю, что у нас уже 78 человек. Потому что, друзья мои, сегодня кто попал на эту встречу, вы очень-очень счастливые люди. И правильно сделали. Дом, семья, работа, это все бесконечно. Но та информация, которую вы сегодня услышите здесь, она эксклюзивная, потому что она будет идти от сердца, от души. Я познакомилась с таким человеком, и просто вот, когда я впервые услышала, меня аж вот немножечко от волнения вот так колотило. Я, наверное, даже когда разговаривала, Динара, да, у меня аж голос дрожал. И я, конечно, сразу сказала, об этом должен услышать весь мир. Весь мир. Я сохраню сегодня эту запись и обязательно каждому вам отправлю, чтобы вы могли это показывать и рассказывать другим людям. Все, Динарочка, я передаю тебе слово, и, пожалуйста, я молчу. Ну, спасибо, Анна. Я, конечно, буду стараться здесь смотреть, но когда много людей, это все пока перелистаешь, найдешь. Поэтому, пожалуйста, микрофончики отключите, и Динарочка уже здесь ведет. Все, собачка, я передаю тебе. Спасибо вам, сына, спасибо большое. Ну, сегодня я проведу встречу с уникальным человеком. Это корпоративный директор из Молдовы Елена Чепрага. Она знает о нашем продукте очень-очень много интересного и полезного. Елена, здравствуйте. Вы с нами? Добрый день всем. Как я понимаю, в Казахстане уже добрый вечер. Да. Очень рада всех как бы чувствовать душой, потому что сейчас у нас нет обратной связи. И, знаете, я хочу вам сказать, что начнем сегодняшний вечер и сегодняшний разговор именно с благодарности, потому что сегодня вы у меня в гостях дома. И я хочу, чтобы у нас прошел этот вечер вот именно тепло в обстановке теплой, душевной, потому что продукт у нас особенный, необычный. И наши взаимоотношения вот в нашем бизнесе тоже должны быть необычные, не как у всех, не как в линейном бизнесе. Мы тут у нас все, мы семья, мы созданы уже друг для друга пополнять, помогать друг другу, радоваться друг другу, и поэтому у нас и рост будет. Так что я вас всех приглашаю уже к себе в гости. Очень рада вам сегодняшний вечер. И если я вам что-то расскажу, что-то, что поможет вам в дальнейшей нашей работе, буду очень благодарна за то время, которое вы мне уделите. Елена, это, наоборот, это вообще что-то невероятное, что у нас Умсынай так вот быстро-быстро на марафоне, да, мы познакомились у Ларисы, и она так шустро вас сразу пригласила к нам. Мы вообще очень так рады этому. И, Елена, я хочу немножко так вот, предлагаю точнее, провести нашу встречу в виде интервью. Согласны? Давайте, давайте, очень рада. Да, я подготовила тут с нашей командой вопросов на сегодняшнюю встречу, и думаю, нашим гостям будет очень интересно это все услышать, услышать ответы. Кстати, гости наши могут в чат читать свои вопросы, и я думаю, если останется время, мы обязательно их все вам зададим, да. Ну и, конечно, для начала, расскажите, пожалуйста, как вы попали в нашу компанию? Я знаю, у вас очень интересная такая невероятная история, да? Вы знаете, в жизни каждого из нас наступает иногда момент, когда ты понимаешь, что ты делаешь то, что ты знаешь и умеешь, но душа хочет что-то другого. Она начинает вот искать, просто быть в поисках, ты работаешь на автомат, никакого душевного взятия, ничего нет, ну радости душевной нет. Вот это как и любви, да? Почему самая красивая любовь, это и в 16, и в 18, или уже после 40, которая уже вечная. Вот так и у нас в бизнесе. Если начинаем первое время делать все на автомате, то это уже приедается, потому что нет любви к этому, нет удовольствия, нет роста, понимаете? Ты делаешь что-то, что такое, что просто это цифры, пришел в бизнес, деньги, тут потерял, там опять выиграл и так далее. Но нет этого душевного роста, нет миссии главной в этой жизни, потому что, я всегда говорю, мир меняется, если люди не успевают просто следить за всеми изменениями, им не так легко приходится. И вот, вы знаете, я всегда доверяла своему организму, я всегда с ним соглашалась, мы всегда советовались. Но я мама четырех детишек, и у меня всегда в жизни, ну и родители у меня уже в возрасте, и у меня всегда в жизни был вот такой приоритет, чтобы все были здоровые. Потому что я могла через все пройти. Жить я начала очень рано, в 19 лет я уже и училась, и бизнесом занималась. Мы возили товар с Польши, проходили границы, тогда было время рэкета, было интересно жить для нашего возраста. И вот потом начали появляться детишки, первый, второй, третий, ну четвертого я родила уже сюда, дальше, более в осознанном возрасте. И вот опять что-то зависло. У меня было такое желание, что не дай бог кто-то как-то заболевал. Все-все хорошо, слушаем. Хорошо, да. Не дай бог кто-то заболевал, и сразу же начинались, именно меня дергало, выбивало из жизненного баланса, да. И я настолько вот доверяла именно этому автоиммуноорганизму, что я вот родила четырех детей, но я ни разу не пролежала в роддоме больше двух дней. Вот рожала на второй день, сразу же оставляла детей маме и бизнес большой. И вот у меня была мечта, чтобы у меня был такой продукт в жизни, который бы вот именно сохранял мое спокойствие. Но на то время, на то время, когда я уже узнала о нашем продукте, самое интересное, что самая больная была я в семье. У меня начал сдавать организм, я никогда не отдыхала, потому что даже если ты уезжал отдыхать куда-то, бизнес не позволял отходить от этого бизнеса. Просто первые три дня, пока ты отходил, потом два дня немножко отдыхал, и уже опять стресс три дня, что нужно приехать обратно или какая-то проверка и так далее, понимаете? И вот год за годом, без спокойного отдыха, без гармонии, без вот этой именно душевной радости, организм начинает сдавать. Всё просишь и просишь от него, пользуешься ним и пользуешься. И он, конечно же, берёт своё. Он помогает день, два, три, четыре, и потом говорит, слушай, дорогая, остановись, пожалуйста, присмотри за собой. И что у нас получается? Это парадокс просто. У нас не работает имя. Конечно, с другим системам людей. Поэтому я засела на антибиотику почти год. И другие уже проблемы. И вот у меня был большой, я импортировала овощи из стран Европы, из стран Советского Союза уже бывшего. И перед этим мне поступила партия лука из Волгограда очень плохого качества. И мне пришлось искать лук подешевле. И вот Жамбульская область, Тарасский район, оптовые поставки, хорошая цена, они мне присылают, как он выглядит. И говорят, если вы не прилетите завтра, значит, приезжает Польша. Прилетает Польша, давайте что-то... А звук хороший, да? Все меня слышат. Прилетают люди из Польши, будут забирать все 3000 тонн. Ну, я звоню своему старшему сыну и говорю, Колька, уезжай на склад, бери деньги, покупай мне билет на Алмату туда и обратно. Одну ночь я останусь в Алмате. Он говорит, мама, как ты поедешь? У тебя же постоянно температура. Как ты справишься? Такая дорога. И вот, вы знаете, в то время вот меня как тянуло туда. Я понимала, что не знаю, как я весь этот маршрут принесу. Вот эти 5000 километров. Этот перелет с остановкой в Шереметре. Так, ну вот видите, ничего не может остановить вот именно нашу связь. Действительно. Вы знаете, когда мы... Потом расскажу, давайте расскажу историю сначала. И вот я прилетаю в Шереметьево без 10-12 ночи, сажусь на скобеечку и жду 7 часов утра. Безвыходная ситуация, что делать? Ну, конечно же, в 12, как у всех нормальных людей, поднимается температура. Я, наверное, уже тогда была черно-буро-малинового цвета. И вот смотрю вокруг и говорю, господи, да ты же мне дал четверо детей. И еще откуда эта информация? Не зря же пришла в мою жизнь. Не решил же ты меня оставлять в аэропорту в Шереметьево, чтобы тут конец был. И вы знаете, вот как я сидела, так и продумывала, даже молилась, говорю вам. В это время в зал ожидания заходит солнышко. Вы знаете, вот много такого темного-чемного тучи, одно другое. И в это время, когда вот как радуга, как солнышко, как лучи заходит женщина, такая красивая, европейская, успешная. Ну, как будто владелица всех банков мира. Ну, я же человек из бизнеса, у меня все с банками ассоциируется. Это я потом пошла на продукты, на что-то другое в жизни, на другие ценности. Я так посмотрела на нее. Ну, конечно же, мне было очень плохо. И Дамочка села напротив меня, улыбнулась. И я тоже улыбнулась ей в ответ. И в это время человек, который сидел возле меня, встал и ушел. Просто. Неожиданно. Вот Дамочка пришла ко мне, и мы с ней разговаривали. И я ей так благодарна, и на сегодняшний день, что она подошла, несмотря на то, что она старше меня, что она более успешная. Но я так благодарна ей, что она протянула руку, просто руку помощи на тот момент. Подошла ко мне, присела и говорит, лапочка, вы, наверное, неважно себя чувствуете. А я ей говорю, да, вы знаете, неважно. И вот мы разговаривали, Дамочка меня спросила, в чем проблема, что меня беспокоит. Я ей рассказала так, как бы. И тут Дамочка вскрывает дрожжа стоп и слайд. И дает мне рассасывать. Я как бы, если бы не была такой больной, я бы не думая, что я бы сразу под язычок это дрожжа. Но на тот момент мне так было бы плоховато, что я сразу же, даже не раздумывая, просто поставила под язычок. Через пару секунд, даже неосознанно, я почувствовала облегчение. И вот в разговоре я говорю, а можно еще? И вот тогда Эмочка дала мне блистер стопа и блистер слайда. И вот рассосав 7 слайдов и 7 стопов до утра, я даже не почувствовала, когда прошла эта ночь. Но самое интересное, что я вам скажу, когда мы сели в самолет, а у меня был чекин сделан с Кишинева, а у нее из Германии. Места у нас были, одна возле другой. И еще 5 часов с Москвы до Алматы мы пролетели вместе. И вы даже не можете себе представить, что я кушала весь продукт уже в течение 5 часов. Все, что было в Эмочкиной сумочке. И ничего я не... Если я с Кишинева до Москвы полтора часа думала, мне долечу, то эти 5 часов пролетели как мгновение. Просто у нас столько общего уже было, столько теплоты, как будто мы были знакомы всю жизнь уже. Представляете, насколько правильный у нас продукт. Насколько хорошо он работает. И вот прилетел в Алма-Ату, наша Эмочка при прощании подарила мне коробочку Айса и Хеппера. И тут опять появляется вопрос. А почему Айс и Хеппер? А у меня муж 22 года болеет печенью поджелудочной. Понимаете? И ничего, никакие варианты и никакое лечение не помогало ему выйти просто на ту дорогу, в которой мы были в поисках. И что я вам еще самое главное хотела сказать? Вот обратите внимание, Алмочка не поскупилась. Она летела в Казахстан полный чемодан продукта с Европы, где продукт в 2 или в 3 раза дороже. Она везла подарок. И что самое интересное? А просто первый встречный человек, она подала руку помощи и еще подарила продукт. Но видите, как работает энергия? Она не просто-то просто подарила, а как Всевышняя энергия работает, как информация из высока пришла. Именно Хеппер и Айс, да? И вот мы расстались в Алма-Ате, меня встретили ребята, мы полетели в Джамбульскую, поехали в Джамбульскую область, Тараский район. Я никогда не была там и ничего не боялась, потому что люди незнакомые. Это были поля, луга и так далее. Но мне настолько понравился народ, что я сказала, даже если у меня что-то сейчас не получится, но я чувствую, что у меня с этой страной что-то очень глубокое свяжет. И вот я поехала, увидела, на второй день встала, делала договор на тысячу тонн лука, которого даже и по сегодняшний день не привезла, оставила там тысячу долларов в аванс. И что вы себе представляете? Прилетела обратно и уже не могла успокоиться. Первый. Второй по кругу, по проверке продукта пошел мой муж. Я прилетаю, это была пятница. В пятницу вечером мой муж встречает меня в аэропорту и говорит, завтра у нас день рождения у наших крестников. Я говорю, ой, супер. Он говорит, для тебя супер, а для меня полный экзамен. Ты просто не знаешь, что это такое. Когда хочешь, все могут выпить стакан молдавского хорошего красного вина, а ты смотришь, потому что у тебя после этого будет обострение. Все могут покушать кусок красной рыбы или шашлык, а тебе нужно опять придержаться от этой еды. И вот вы просто не можете себе представить, что перед тем, как мы пошли на этот день рождения, я ему сунула один хеппер и один айс под язычок. А он смеется, говорит, ну и что еще придумала? Поехала нормальная в Казахстан, а приехала совсем... Но если бы он тогда понял, что жизнь перевернется не на 360, а на 720 градусов. И вот мы поехали на день рождения, там мы посидели за столом, он наелся, напился, все в порядке. После дня рождения мы приехали домой, я ему дала под язычок еще один айс и еще один хеппер. Он уснул без обострения, без ничего. Ночью в три часа просыпается и не понимает, ничего у него не болит. Что-то такое, что я ему дала. И говорю, ну что, готов поехать со мной в Германию? Он говорит, да. И вот я на второй день звоню Эммочке и говорю, Эммочка, вот твое приглашение в Германию остается в силе? И она говорит, да, конечно, остается в силе. И мы поехали к нему на рождественские праздники в Германию. Это, как сейчас помню, 8-9 декабря. Бертра, мы там организовали большой праздник. И где-то 300 или 400 человек. Они все такие светлые, красивые, у них такие глянцевая кожа. Все такие спокойные, задушевные, интересные. Ну, вот именно то, что я искала, понимаете? Потому что у нас в линейном бизнесе это был бизнес волков. Откроешь рот, конкурент. Откроешь лишний рот, проверка. Что-то еще не так, все над свою голову сделаешь. А тут все делились результатами. Представляете, все показывали свои денежные результаты. У нас в жизни в линейном бизнесе такого не было. Если хочешь, чтобы тебя грохнули, конечно, показывай свои бабки. Да, это приятно. И вот, когда мы попали туда, а мой муж смотрит, что у всех значки какие-то, статусы, одно, другое. Меня спрашивают, что это такое? А я говорю, вот так и так, тут в компании есть статус управляющего директора, когда ты заходишь как бизнесмен. Вот тебе сразу включается. Он говорит, ты знаешь, я готов. Я готов, и мы хотим, давай и мы тоже. И вот мы так обговорили, я подхожу к Эммочке, говорю, Эммочка, у нас есть позволение. Все, падишак сказал, готовы, идем вперед. И тогда нам же вручили эти значки, и мы на второй же день подписались, потом получили продукт. Я вам хочу сказать одно. Ни одной минуты не прошло или секунды, чтобы я сожалела о своем принятом решении. Потому что APL – это не просто компания. Это просто стиль жизни. Не может быть APL в доме только для жены или для мужа. APL – это и для детей, и для родителей, и для родственников, и для всех. Потому что куда ты бы ни пошел в гости, ты, конечно, берешь с собой Happy Ice. И все начинают спрашивать, а что это такое? А давайте, хотите, вот я помогу, попробуйте. И все, а если хотите, вот именно, купить человека на результат сразу. Вот большие столы, я не знаю, в Казахстане попадало за стол, но у нас в Молдавии очень много любят накрывать. И люди слишком много, нет культуры вот этой еды, что надо немножко, потихоньку, спокойно кушать. Вот накрывают и наедаются, и наедаются. Уже поджелудочные не могут, они еще суют, суют. И вот Ice – это самый прекрасный результат. Поэтому вот так мы сделали решение. И благодаря Молдавии Эдуарду, это было что-то с чем-то. Вот именно наша первая поездка, мы поехали первый раз в жизни сами, без детей, как бы обык получался. И нас везли на источники, и так тепло приняли, что мы просто поняли, что как жили, уже жить не будем. И хотим жить по-другому. Да, спасибо, Елена, за невероятную историю. Очень интересно. Кстати, был следующий вопрос о ваших результатах. Ну, вы сами все рассказали, даже своего супруга. Вот я бы еще хотела узнать, есть ли у вас какие-то в вашей команде личные крупные какой-то результат, такой большой, который можно сказать? Вы знаете, я вам сейчас скажу. Когда я начала строить команду, я пригласила своих девочек, знакомых. И мы, вот они своих знакомых, как бы на доверие. Вот мы первая десятка людей, все кушали сразу продукты. И у всех были сразу результаты. И мы встречались в каждый день. Несмотря на то, что система, они система, мы старались встречаться в каждый день. и следить каждый за своим результатом. И поэтому, что я еще хочу вам сказать? Вот именно эта практика, что человек меняется, что у него есть результаты, не подсказала то, что когда приходит человек в проект и хочет результат, его нужно обязательно спросить. Вы пришли в наш проект, зачем? Вот какой результат вы хотите получить от нашего продукта? Как говорит наш Сергей Сергеевич, он всегда говорит, договаривайтесь с людьми на берегу. Так мы начали так, фотографировать людей и просто даем им блокнотик, самый маленький, чтобы они писали, как они себя чувствовали. И что они хотят изменить в своей жизни. Поэтому, когда вот появляются вопросы, что, ой, не вижу никакого результата, ой, не знаю, что там. Ребята, это же не антибиотик, чтобы убил в тебе сразу все. Он просто делает реанимацию, реабилитацию организма, понимаете? И поэтому я всегда всем советую, фотографируйте людей и пишите все, как он себя чувствует. И поэтому я говорю, когда у нас пошли результаты, пошли результаты у всех. У кого были у родителей и у родителей сахарный диабет по 26-28. Даже с инсулином он ниже 17-18 не падал ниже. А вот благодаря нашему продукту он пришел в норму. И если даже человек кушал и норм, но уже доза инсулина уменьшалась, просто уменьшалась автоматически, потому что постепенно, вот сейчас уже через год, многие из них перешли только на норму. Да, но они позволяют себе кушать мороженое, арбуз. То, что они не кушали годами, понимаете? И вот когда человек осознает, что как у него было и какая ситуация у него на сегодняшний день, он никогда не позволит себе в жизни сказать, что продукт не работает. А если не работает, а давай его не кушать. Вот попробуйте хоть кому-то, кто сказал вам, что продукт не работает, просто скажите, а ты его оставь. И вот посмотрите, как они сразу же скажут, нет, нет, а давай я еще подожду результат. Потому что человек не осознает эти результаты, с ним нужно общаться. Почему компания нам оплачивает очень хорошие комиссионы? 16 видов заработка, да? За что? За правильное обслуживание партнера, которого ты пригласил в компанию. Если человек пришел на продукт, значит, ты с ним общаешься строго по продукту, по результатам. Если человек пришел на бизнес, ты с ним по системе ГО. Значит, ты не мучаешь и не теряешь время в том, другом месте. Ты там смотришь за человеком, раз в три дня звонишь ему, потому что по системе нашей компании 90 дней ты не должен отпадать от него. Почему? Потому что мы уже не знаем, каким должен быть этот человек, чтобы за 90 дней у него не прошло осчелощение организма. Потому что все проблемы знаем, что идут от окисления. Окисление это что? Страхи, стрессы и неправильный образ жизни, да? И вот поэтому компания выработала такой прекрасный маркетинг-план, чтобы было интересно работать и с партнерами по бизнесу, и с партнерами, которые пришли ровно на продукт. Но чтоб вы знали, откуда мы знаем, что этот партнер, который пришел на продукт, не придет в один раз в гости, не угостит кого-то, кто прямо аж звездочка, пчелка, но у него очень болит поджелудочная и печень, потому что печень это центр эмоций. И он не успевает реабилитироваться, потому что он много работает, переживает, у него много энергии уходит. И вот когда ты ему дал этот продукт, он почувствовал просто вот легкость в своем животе, возможно, за три или за пять или за шесть лет последних, в которых он прожил. Вы даже не знаете, кого вы приобретете на всю жизнь. То есть, возможно, человека, который изменит вашу жизнь в дальнейшем на сто процентов. Понимаете, а работайте не переписью населения, работайте качественно. Даже если вы пригласите пять человек, качественно работайте с ними, чтобы те тоже качественно пригласили пять человек. Перепись не делайте, потому что это идет просто так, уже наобум. Приглашайте людей осознанно, просто договаривайтесь с ними на берегу. Ты хочешь результат быстрый, вот так и так. Ты хочешь результат быстрый по деньгам, вот так и так. А если ты хочешь и по деньгам, и по здоровью, вот сначала кушай больше продукта, и деньги очень быстро придут. Действительно. Вот вы затронули тему с сахарным диабетом, да, и вот многие вот боятся, что вот они вроде сладкие, да, и вроде у них сахар. Как им преподнести правильно, что наш продукт... Вот слушайте сюда. Что у нас случается с организмом, когда получается тот сахарный диабет? Сахарный диабет — это... это не диагноз, уже и врачи так говорят. Это просто ситуация в организме. Эта ситуация может быть изострессовой, изострессов, да, когда человек очень много работает вот в таком положении, где много стресса. и вот именно эти стрессы зажимают эти органы, и не вырабатывается этот инсулин. Это ситуация, когда у человека нет доверия к жизни. Почему я всегда говорю, что у нас продукт не просто продукт? Я бы могла сейчас вам рассказать именно словами из книги по технологии аккумуляции силы, но я вам скажу так сейчас, что вы просто осознали и поняли, насколько ценный продукт вы держите в руке. Вы просто даже себе не можете представить. Это полный рестарт нашего организма. Мы просто даем ему толчок, мы просто перерождаем его, понимаете? И вот что получается, когда идет сахарный диабет, да? Сахарный диабет — два типа есть, да? И вот когда они к нам приходят в проект, говорят так и так, мы никогда не говорим прерывать инсулин. Никогда. Потому что, потому что у людей разные ситуации. У одного это из-за стресса, у другого это из-за проблем в желудочно-кишечном тракте, у третьего это паразитарная система, которая сдает сбой на этот сахарный диабет и так далее. Каждый из нас — это индивидуальность. Каждый из нас. Вот так, вот как сейчас мы можем, вот прямо сейчас каждый из нас должен себя поблагодарить, что нашел время, интерес, значит, ему что-то еще нужно было услышать и пришел на эту встречу. Я не хочу вам сказать, что я скажу намного больше, чем вы знали. Возможно, вы слышали даже более глубокую информацию, но иногда не резонирует эта информация. Вот нужно, чтобы прошло время, чтобы слышать именно того человека, чтобы эта информация срезонировала, да? И вот что получается у нас с сахарным диабетом. Когда люди приходят в новый проект, мы всегда говорим, ощелочите ваш организм. Первую неделю пусть люди пьют релакс. Абсолютно только релакс пропивают. По три-четыре релакса в день. Ну, человек сразу же видно, как его состояние. Потом мы обязательно утром подключаем Альф для очищения лимфосистемы. Мы все знаем, что у нас в организме есть система лимфатическая. Это единственная система, у которой нет двигателя. Еще ни одна медицина не придумала продукт, чтобы очищать лимфосистему. Все мы знаем, что единственное очищение – это спорт, но не такой очень обильный спорт, а спокойный спорт. Спокойный спорт, понимаете? Это движение спокойное, антистрессовые такие гимнастики, пилатес, одно другое. Понимаете? И вот, чтобы очистить лимфосистему, это очень тяжело на сегодняшний день. Поэтому, когда у нас появился этот продукт, мы все закричали «Вау! Вау!» Потому что у всех проблемы сейчас с аллергиями, у всех проблемы сейчас с застоями в лимфе. Откуда идут все эти проблемы? Все мы знаем, что самый большой орган в организме – это у нас кожа. Под кожей у нас канализация. Что получается? Это лимфосистема у нас канализации. И если в ней идут сбои, отсюда идут сбои во всем организме. Поэтому мы, когда есть сахарный диабет, мы всегда знаем, почему именно застой этот сахар в крови. Потому что не вырабатывается, не прорабатывается, не очищается правильно лимфатическая система. И мы говорим людям, берите утромальт, промежуток 7-9 утра айс, и только на вторую неделю мы подключаем уже норм. Потому что, несмотря на то, что норм, норм, как бы, получается продукт дешевле, чем альф и айс, но он очень круто работает, девочки. Очень круто работает. Стоит, бывают разные организмы, стоит одному человеку взять один раз норм, и он чувствует уже зашкаливание. А есть люди, которые берут по неделю, по две, и не то, что зашкаливание, идут уже наверх сахар. И мы тогда им объясняем, что когда вы начнете кушать продукт норм, первые 10 дней у вас 100% пойдет повышение. Почему? Как у нас измеряют сахар в крови? У нас же в крови измеряют сахар, правильно? То, что мы кушаем все продукты через желудочно-кишечный тракт, есть, которые осваиваются, есть, которые не осваиваются. Но мы все знаем, что давно уже самая большая индустрия в мире, это индустрия продовольственная. Если раньше говорили табак и сигареты, потом говорили дизель и бензин и так далее, потом сказали медицина и фармацептика, но уже этим ничем не возьмешь людей. Люди очень много кушают некачественных продовольственных продуктов. Абсолютно некачественные. И что самое интересное, что вот именно эта индустрия сейчас заложила в производство все эти микроэлементы, которые заставляют организм кушать и кушать и кушать без никакого толка для этого организма. Понимаете? И вот поступают именно все компоненты в кровь. И самое интересное, там есть еще добавление именно этих составляющих, которые заставляют нашу клеточку открываться и принимать. Она не готова принимать, ей не нужны просто эти продукты, эти составляющие, кстати, продуктов, но она ее заставляет, чтобы она их принимала и как бы жила. Но ей они не знакомы по составу. И что получается тогда? Даже когда вот у человека уже идет неправильный сбой в обмене веществ, у него появляется этот сахарный диабет, сахар в крови, что получается? Значит, это первый признак, что организм не получает то, что ему надо, что у него есть дисбаланс. Человек еще больше его гробит, начинает вливать в себя этот инсулин. Что означает этот инсулин? Этот инсулин – это именно та формула, которая заставляет нашу клетку принимать этот сахар, неправильный сахар, и гробить себя дальше. Поэтому у многих идет, начинается некроз пальцев, некроз конечностей, некроз вен и так далее. Это все в минус человека. Что получается, когда мы начинаем потреблять наш норм? Когда поступает норм кровь, именно со всеми со своими составляющими, с микроэлементами, правильными, правильными микроэлементами, которые может считывать на информационном уровне наша клетка, она только чувствует их, видит, и она сразу открывается, потому что эта информация утильная для нее, она знакома с ней, и она получает эту информацию, насыщается, вот именно все это открывается, и идет выброс обратно тех микроэлементов, которые были в обмене, в старом обмене веществ. И вот именно этот выброс опять идет в лимфатическую систему, в кровь, и отсюда идет немножко повышение, пока за неделю-две не пойдет немножко очистка от тех старой информации, которые были там в крови, вот именно от этого идет повышение этого сахара, понимаете? Вот поэтому нужно правильное качество объяснять людям, что у нас продукт питания, что у нас не фармацептика, но почему мы им объясняем, что это питание? Перед тем, как объяснять питание, мы им всегда объясняем, дорогие наши, все от рождения имеют систему автоиммунную в организме, все абсолютно. У одних она более хорошо работает, у других более плохо работает, но у всех она присутствует. У одних она заблокирована, возможно, какими-то фармацевтическими препаратами, у других заблокировано от рождения, потому что это пришло на информационном уровне от родителей, что там что-то не так, потому что все мы уже должны признать, что вокруг нас 100% информация, и хотим мы, или не хотим, не успел подумать, уже исполнилось. И вот пока у людей придет именно эта культура, просто как думать, как жить, как общаться, как питаться, и так далее, пока оно придет, вот так люди будут мучиться. И поэтому мы всегда говорим, предупреждаем, что у нас продукт питания, полное клеточное питание. У нас продукт имеет две самые основополагающие дирекции работы. Это что получается? Это у нас профилактика, это у нас реабилитация. Что получается, когда профилактика? Профилактика, когда вот ребенок уже родился, и мы должны его приучать, что он должен быть ответственным за свою жизнь. Понимаете? Это не просто, жизнь это не игрушка. Все, раньше как жили, уже жить не будем. Уже Советского Союза нет. Уже детской кухни нет. Уже той колбасы проверенной сто процентов тоже нет, моей, родные. Сейчас уже все нужно проверять на каждом шагу. И если ты хочешь прожить сто лет, возьми свою жизнь под контроль. Просто. И чтобы ты не шел, к врачам только просто пойти провериться, как профилактика, а не шел и сидел там в очередях 10, 20, 30 дней и не тратил время и свое, и тех врачей, и еще и не мучил своих близких, поэтому возьми под контроль свою жизнь и научи своих близких так же жить правильно, как ты. Для этого у нас есть продукты, которые отвечают за иммунитет. для этого у нас есть продукты, которые позволяют делать раз в год или уже два раза, если проблемы большие, профилактику организма. Для этого у нас есть продукты, которые именно отвечают за определенные моменты в жизни. И, конечно же, уже почти 90% населения у нас на сегодняшний день в такой ситуации уже больно, потому что жизнь движется быстро, никому не интересно просто заниматься нацией, чтобы все менялись, все понимали, что нужно жить по-другому, и сразу же появляется потребность в реабилитации. Значит, есть какая-то ситуация, и человек хочет или сохранить эту ситуацию, если она уже слишком тяжелая, или просто решить ее. И в этом случае наш продукт приходит на помощь, потому что все мы знаем, что у нашего продукта три секрета. Есть первый секрет, это то, что мы кормим нашу клеточку. Второй секрет, это именно эта сахарная решетка, которая дает информационное перепрограммирование нашей клеточки на уровне ДНК. И третий, это наш отрицательный заряд. Все знаем, что клеточка от рождения имеет отрицательный заряд. И вот в связи с тем, как мы живем, чем питаемся, именно окружающая среда, среда, в которой мы живем, или стресс, или одно, другое, третье, четвертое, приводит вот эту среду в организме к окислению, и отсюда вымирают правильные клеточки. А хорошее питание не дает на реабилитацию. И вот наш продукт, когда приходит в организм, он приходит именно как, знаете, это как вау для нашего организма. Это рестарт, он дает перепрограммирование, насыщенность, и еще и энергию. Понимаете? И сразу же, сразу же у нас идет результат. Почему? Вот если посмотреть по другим компаниям, я не хочу ничего говорить, но никто никогда меня ничем не взял, кроме вот ЭПЛ. Знаете почему? Потому что я всегда осознанно думала, что в каждом организме это индивидуальность. И если что-то проходит через желудочно-кишечный тракт, как ты можешь дать человеку уверенность, что на нем сработает? А знаете почему? Потому что среда у всех разная, мысли у всех разные, темперамент у всех разный, и от этого все зависит внутренний обмен веществ. А у нас же не проходит через желудочно-кишечный тракт. Под язычок, быстро, удобно, со вкусом, сразу растапливается и прямо к клеточке помощь сразу, быстрая скорая помощь. Елена, знаете, у нас еще время, конечно, у нас поджимает немного, начинает нас догонять. Но я хотела бы задать самый актуальный, наверное, сейчас у нас сейчас время. Вопрос это, кстати, я слышала на марафоне, что вы тесно общаетесь с врачами. И как вы думаете, как работает наш продукт в ситуации пандемии? Можете ли наш продукт как-то помочь? Вы знаете, вот у нас уже есть наши врачи, которые на первой линии, они есть сегодня вечером на встрече, это мои первые линии. Я вам хочу сказать, что благодаря нашему продукту именно реабилитация возможна, потому что они прошли через, вот полная им благодарность, потому что они осознанно приняли вот на себя всю эту ответственность, но им выходить самое тяжело. И вот как скорая первая помощь для реабилитации организма именно наш продукт. они пьют Альт, Гроу, Стоп, Слайд, потому что... И сразу же видят результаты, сразу же видят результаты. Температура через два дня пропадает полностью. Уже начинает дышать, начинают люди дышать легче, да? И вот они говорят, что благодаря нашему продукту у людей появилось уже вот как бы доверие к жизни. Они понимают, что они не только рискуют своей жизнью и не знают, как будут реабилитироваться, но те, кто у нас в проекте, они спокойно работают на первой линии и помогают другим. И даже, и даже, если они врачи, и они понимают, что может по закону они не очень должны говорить про наш продукт, но они не оставляют людей. А по закону оставляют ли людей и мучатся, да? Правильно, лучше помочь людям. Поэтому они не дадут мне собрать, что все наши врачи на первой линии рассасывают круглосуточно наш продукт. Им продукт обязательно помогает им в реабилитации жизненных сил и энергии и дает им просто уверенность в завтрашнем мире. Вот я еще бы хотела сказать, что вот у меня трое детей и, конечно, самое главное, это здоровье наших детей. Но вот среди племянников у нас есть такие детки, которые как бы с рождения, кто-то в период взросления у них появляется аллергия, да? Вот как, что вы можете посоветовать, порекомендовать? Знаете, когда аллергия, сразу знаете, что проблема в печени есть какой-то вопрос. Печень, кишечник и лимфатическая система, вот если их почистить правильно, поверьте мне, все через, ровно через 90 дней по системе компании, ничего просто так нет в компании. Тут привлечены такие специалисты, они все просчитали, все продумали, кто даст обострение, кто не даст. Все, потому что мы не врачи, но мы, кушая наш продукт, приводим себя в норму, понимаете? Просто приводим в норму свой организм, в гармонию. Мы даем ему микроэлементы, очищаем, насыщаем, даем энергию, и еще кроме наших дрожжей, еще наши кисели, каш, а кисели, биофен, это сразу кислород в клетку, в клетку. Это беспроигрышный вариант. Вот просто очищайте детей и давайте им этот кисель. Вот иногда я думаю, что при Советском Союзе здесь тоже же много кормили детишек киселем, да? Но там было то, что в нашем слайде, коллаген. И поэтому дети вырастали такие мужественные, крепненькие, хорошие, но тогда думал за нас Союз. А сейчас все, сейчас уже Европа везде и всюду, принимая решение сам за себя. Поэтому, если есть аллергия, обязательно делайте очищение. Альфа-Альфис утром, идем дальше вечером, хэпер, и все придет в норму. Еще, знаете, аллергия, это на подсознательном уровне, это какая-то непереносимость. Тоже давайте детишкам релакс, обязательно. Все, спасибо. Аллергия это, да, потому что наш, что самое интересное, что наш продукт не просто такой продукт, он совмещает в себе все полезности. Он приводит и нашу психосоматику в порядок, да, в гармонию. Но не может же быть правильное тело без правильной души, здоровое тело без гармонии, здоровой душой или с энергетическим полем. Потому что никто никакие большие деньги не заработает, пока не приведет свою душу в порядок и свой организм. Никто, я вас уверяю, вот как только вы начнете кушать наш продукт много и правильно, потому что мы знаем, что наш продукт вообще дает шикарные результаты, если принимать его по биоритмам, никакие деньги вам не придут. Потому что вы постоянно будете таким нытиком, люди не откроются на вас, вы не сможете улыбаться, от вас не пойдет свет. Все идет изнутри, понимаете? Возвратите свою внутреннюю энергию, и у вас все получится. Люди такие беспокойные, в стрессе сейчас, люди в поисках тепла душевного, они хотят получить именно то, что они ищут. Поэтому помогите, открой, помогите сначала себе и откройтесь другим людям, и у вас все пойдет вверх, поверьте мне. Научитесь благодарности. Вот вы знаете, когда я пришла в проект, я не знала, что такое благодарить. Все принимала от жизни просто на автомате, просто на автомате. Мне казалось, что так должно и быть. Да, спасибо и до свидания. Я даже не знала, что означает слово благодарю. научитесь просто по всяким мелочам говорить. И вот встали утром и поблагодарите себя и Господа Бога, что Он дал вам возможность проснуться. И поблагодарите себя, что вы проснулись, нашли в себе силы и просто захотели еще жить. И дальше благодарите всех и каждого, кто вас пригласил в компанию, кто вам рассказал про продукт. И обязательно поблагодарите Сергея Сергеевича, что нашел в себе стержень и просто не позволил себе утаить этот рецепт от кого-то. А пошел в мир со своим продуктом и меняет сейчас жизнь тысячам и миллионам людей на каждом пути. И кроме этого, еще позволяет людям переходить на совсем другие финансовые уровни. Благодарю, Елена. Ну и самый, наверное, интересный вопрос нашей женской половины о похудении. Есть ли какая-то программа для снижения веса? Конечно. Вы знаете, что означает лишние килограммы в организме? Это страхи, недоверие жизни. И отсюда идет сразу же проблема в обмене веществ. Вот как только вы начнете кушать, вот давайте так возьмем, в 11 релакс с GTS и после и первую неделю раз в день, раз в день один норм, но ровно полчаса после еды. И потом после второй недели подключать уже норм в 11 вечера, потому что тогда уже активная эндокринная система организма, да, и печень обязательно нужно очистить, печень и кишечник, да, и поверьте мне, через 3 месяца вы себя не узнаете. Может немного, 5 килограммов, но они уйдут и больше никогда в жизни не вернутся. Вот смотрите на всех наших лидеров, абсолютно, все наши лидеры меняются, даже я пришла такая, вот такая, а сейчас я светлая, дарю всем любовь, со всеми общаюсь, мне не жалко, принимайте. Спасибо, Елена. Да, вот вы затронули тему гормонов, да, и вот есть такие люди, которые сидят на гормональных препаратах, вот, что вы думаете об этом? Вы знаете, да, их нужно срочно вытащивать из организма, их срочно нужно очищать, просто забыть про них, потому что эти гормоны, это, понимаете, это насилие над организмом, это не то, что не хватает недоработки, если бы они были правильные гормоны, понимаете, просто нужно помочь организму начать вырабатывать самому себе, и наш продукт, да, и не говорить через день, через два, через три, но более длительное применение 100% даст результат в реабилитации, 100%, потому что он дает новый старт на информационном уровне, что он делает? Он снимает старую неправильную информацию на уровне клетки, да, на уровне ядра, и он загружает новую работу, понимает, на информационном уровне, вы даже не можете себе представить, что там творится, вот такой маленький дрожжев, но что он может сделать с вами? Поэтому, какие бы гормоны не были, если есть такой дисбаланс, обязательно, обязательно женщина утром принимать пауэр женский, и обязательно в промежутке, вот когда именно эта женская система активна, 15.00, 17.00, два раза в день, мужчина утром, тоже так, пауэр мужской, и в 17.00, 19.00, и вы посмотрите, как только люди начинают получать эти правильные гормоны, ведь раньше, вот согласитесь со мной, раньше люди лечились травами, правда? Вот сколько населения жило по 100 лет, вот рожали на полях, на полях рожали, и детишки были здоровые, абсолютно здоровые, и никто никаких там воспалительных процессов не был, но если что, то где-то как-то, какая-то бабушка шла туда, заговаривала ту травку, понимаете, вот на информационном уровне уже тогда работала, заговаривала травку, брала травку, делала разные чаи, чай тоже заговаривала, и давала или малышу, или маме, и в итоге через 3 дня, 72 часа, воспалительные процессы проходили, так вот, сейчас уже бабушек не можем мучить, и травка уже не та травка, которая была раньше, уже траву наш Бара Херпс закупает в специальных странах, в специальных местах, потому что или солнце светит по-другому, или энергия другая, или климат другой, понимаете, мы настолько счастливые, что наш Сергей Сергеевич заключил контракт с Бара Херпс, чтобы вы знали, Бара Херпс это фармакологический завод, который занимает третье место на мировом рынке, именно на мировом рынке по чистоте и по качеству, да, вы представляете, какой продукт мы получаем, и именно благодаря нашей технологии аккумуляции сил, мы получаем все в чистейшем и живом виде, именно благодаря аккумуляции силы, поэтому у нас незаменимый продукт, вот если у людей, вот бывает такое, почему многие говорят, ой, я кушаю уже полтора года, и ты даже не можешь себе представить, какой у меня новый результат появился, и вот мы обсуждаем эти результаты, говорю, а ну вспомни, у тебя где-то в детстве или когда-то была эта проблема, и люди вспоминают 10, 8, 12, 15 лет или 20 лет вспоминают, что у них уже эти проблемы были, просто о них, про них забыли, но когда начинает, как работает наш продукт, он начинает, вот наш продукт, наша клетка, это как книжка на информационном уровне, и как ты листаешь каждый листок, вот он так берет каждый листок, очищает один листок, то, что было последнее, потом второй, третий, и потом уходит в глубину, даже 2-3 года покушав продукт, ты в один день можешь проснуться с чем-то, что ты прожил 10 или 20 или 30 лет назад, но это технология такая, и мы никто не можем не сказать, что такое не бывает, потому что если все сейчас воюют с технологией 5G у нас в Молдавии, то Япония уже разрабатывает 6G, да, вот видите, я в Молдавии, у меня сейчас одно время, вы в Казахстане, у вас уже почти полночь, потому что у нас партнеры в Казахстане, я уже знаю этот часовой поезд, так что я вам говорю, продукт бесподобный, работает прекрасно, просто нужно задаться немножко интересом, мы не лечим, но мы же хотим всем помочь, да, но самое интересное, просто работайте над иммунной системой, когда вы начнете реабилитировать иммунную систему, вам ничего не будет страшно, никакие страхи, даже может кто-то на тракторе захочет проехать через вас, но он не сможет, потому что когда он доедет до вас, его что-то остановит, все мы знаем, что сейчас наша планета Земля повысила свои вибрации, это уже не секта, это все уже знают, по методу Шумана наша Земля уже имеет где-то 36 Гц, нормальное время, но когда большие религиозные праздники, она доходит до 60, до 90, просто, поэтому, что получается, почему люди очень много заболевают сейчас, потому что у них слабая энергетическая ценность организма, они несовместимы с Землей, и их выбрасывает из системы, объясняйте людям, вот когда приходит человек, ты его просто спроси, слушай, ты конкретно сколько хочешь жить, если он скажет, что мне хватит 70, дайте ему продукт нормальный, но если человек говорит, я хочу умереть в 130 лет, как японцы, прожить осознанно, чтобы я мог и читать, и никому не быть в абузе, и работать, и мечтать, и любить, самое интересное, любить жизнь, семью, всех окружающих, да, и принимать удовольствие, чтобы все принимали удовольствие от меня, тогда работайте с человеком, предлагайте ему продукт, и обязательно ведите его в наш бизнес, потому что у нас люди перерождаются, перерождаются в компании, 100% перерождаются, даже если они сначала проходят через обострение, что он, а тот сказал так, а тот сказал так, потом они со временем понимают, что это совсем не имеет ценности, ценность имеет у нас чистая душа, чистые помыслы, любовь, гармония, понимаете, и человек становится светлым, и тебе комфортно возле него, и хорошо, давайте станем такими. Конечно, обязательно мы дарим благо людям. У меня есть еще один такой вопрос, я где-то читала в чате по здоровью, да, что наш продукт можно не только употреблять под язык, да, рассасывать, но еще есть какой-то способ его употреблять. Да, разные способы пробовали, а вот у нас косметолог, сейчас парень, он именно в косметологию именно хочет зайти к нам, и в субботу мы были на презентации, так он нам говорил про джитиллес, про слайд, как он делает себе маски, мы были две недели назад и видели его, когда поехали, сейчас чуть не упали, а косметики нашей у него еще не было, он рассказывал, как он на себе все это пробовал, знаете, как что он делал, он просто брал и при комнатной температуре тепленькая водичка туда бросал драже джитиллес со слайдом и потом делал примочки на лицо, и кожа становится супрем, но джитиллес у нас же отвечает за внутренние обменные вещества клетки, там же все витамины, которые находятся в черной икре, но черную икру мы можем скушать просто через желудочно-кишечный тракт попасть в паразит какой-то или что-то не освоится или и так далее, а тут мы получаем все, все микроэлементы, которые кожа сразу рассасывает, и пожалуйста, результат. Да, круто. Так что, принимайте продукт, в каком виде хотите, сто процентов у вас будет результат. Я вот слышала, читала точнее, что в этом чате, что было у женщины катаракта, что ли. Как вы не знаете, как это можно капать в голову? Вы знаете, у нас был такой результат, девочки брали Мелс, Гроу, Релакс и все это вместе, и капали по пару капель. Ничего плохого от этого не будет, это пойдет глубокое очищение, вот как работает внутри на клеточку, так будет работать и снаружи, поверьте мне. Но я вам хочу сказать, что мы уже пробовали, мы когда были в Сингапуре, в Малайзии, нас высадили, и возле океана мой муж там попал в какие-то приятные истории и себе ногу полностью ободрал. И у нас ничего с собой не было, потому что мы просто пошли гулять, но Мелс у нас сто процентов был с собой. И вот он взял, рассосал Мелс и потом начал на кожу туда ставить. Через три часа, как ничего и не было. Круто. Круто. Конечно, круто. Такой продукт, девочки, вы что? Еще один такой серьезный вопрос. Все родители хотят, чтобы дети были здоровы, да? И вот как работает наш продукт с таким заболеванием, сложным, как ДЦП? Давайте, у меня есть такой случай есть. Вот мы ехали во Францию тоже работать в Париже. И там была семья у нас с севера Молдавии. И я говорю нашим ребятам, ребята, давайте протестируем продукт. Они говорят, а как? Я говорю, разрежьте всю линейку, все 15 видов. Это был уже ноябрь месяц, бьюти у нас уже был. Разрежьте, вот просто в одну поставьте такую пиалку красивую и посмотрим, как работает наш продукт. Чтобы вы знали, ребенок ДЦП, 12 лет уже. Он так подошел, так тяжело к этим, но мы ничего не делали, ничего не говорили. Оставили его, чтобы он выбирал. И знаете, что он выбрал? Он выбрал Релакс, Гроу и Брейн. Представляете, как наш продукт работает? Ребенок на подсознательном уровне, у него срезонировало с вибрациями продукта, и он выбрал Релакс, Гроу и Брейн. Вот мои люди из Парижа не дадут соврать. И вот так, кушали, кушали, и вот, вы знаете, больше всего, вот мама нам говорила, что первые недели он больше кушал Релакс, а потом он перешел уже больше на Гроу, начал вот. Ну, сейчас есть хорошие результаты, очень хорошие. Вот даже, но, понимаете, у нас в Молдавии нет такого, а там во Франции есть школы специальные для таких детей. И вот учительница говорит, что у него появилась вот именно тяга к каким-то специальным, там, к рисованию. Вот когда поет какая-то музыка, он больше ее хочет слушать, да, вот определенным таким предметом. Поэтому есть шанс, и давайте шанс каждому. Если человек готов дать себе шанс, вы просто помогите, обязательно помогите. Да, и еще один такой часто задаваемый, напоследок задам вопрос, можно ли совмещать наши дрожжи с медицинскими назначениями? Обязательно. Я не говорю, что в фармакологии нет хороших препаратов. Понимаете, организм сам скажет вам, что кушать и что не кушать. Вот нет, есть насыщенность. И у меня есть иногда дни, что я даже могу не посмотреть на них. Но иногда есть дни, что вот именно если перетрудилась или переработала, то я могу скушать и 10, 15, и 20. И вы знаете, не я уже говорю, а вот мне приходят именно сюда, в мозг поступают импульсы, что нужно организму. Вот это так классно, вы даже не можете себе представить. И если человек сидит на каком-то определенном лечении, не давайте стресс организму, потому что у него и так стресс, это химия. А просто спокойно, пусть спокойно кушает продукт и совмещает. И спокойно он уже сам почувствует. Вот даже если люди всю жизнь сидели на кардиомагниле, вот вместо пропивать две или три таблетки в день, вместо трех пусть берут два кардиомагнила, один стоп и релакс наш, да, который разжижает кровь и ощалащает среду организма. И спокойно он потом со временем через год вообще забудет этот кардиомагнил. Но стресс организму ни в коем случае не делайте. Просто любите себя, помогайте. Да? И один вопрос про самый последний долгожданный продукт про бьюти. Вот нас, мадамы, молодые, красивые, все, все хотят быть красивыми. Что вы посоветуете прям усиленно на программу какую-то, на красоту? Вот про красоту давайте я вам скажу. Кушайте детес со слайдом обязательно, а релакс кушайте обязательно, потому что красоты без спокойствия нет. Детес со слайдом просто даст эластичность кожи и эластичность даже вашей клетки внутри. А дитес позаботится о внутреннем обвинении веществ вашей клетки внутри. И кроме этого на ночь берите бьюти. В бьюти есть расторопша. Понимаете? Она очищает печень. А печень это наш орган который отвечает за это фильтр не только крови но и фильтр эмоций. Понимаете? Вот когда у человека задерживаются эмоции в организме это первый самый большой удар по печени. Поэтому печень это очень спокойный хороший орган но он может принимать удары очень много раз но как один раз когда он ударит по вас возможно уже будет поздно. Поэтому обязательно кормите печень печеночку свою кишечник приводите в порядок чтобы все было в норме со столом и бьюти. Но когда уже начинают люди кушать бьюти у них 100% все приходит в норм потому что это настолько насыщенный продукт это биофен изнутри это кислород это маджестин это клубника самая вкусная ароматная клубника понимаете? женщина становится такой женственной прям хочется ее любить и любить. Все. Елена я вас благодарю за уделенное нам для нас время вы очень удивительный человек вы столько знаете о нашей продукции что вот мне кажется поделите все у нас наверное самые важные вопросы которые были ответили поделитесь полезной информацией своими наработками я думаю ответили на много актуальных вопросов ну и конечно я хочу передать слово своему спонсору любимому Умсанай да Динарочка благодарю тебе что дала слово но Леночка вы у нас наверное первый раз или вы были уже на наших встречах Лена были уже да на наших встречах была когда наша эмочка была да ну тогда вы уже знаете традицию наших встреч я всегда задаю свой вопрос хочу задать вот и вам Леночка у меня такой вопрос и хочу вот именно от вас это услышать Леночка то есть я уже много лет около 10 лет занимаюсь разными практиками и когда я увидела впервые в интернете этот продукт я нашла в интернете и когда я прочитала что он имеет энергии я была удивлена и на сегодняшний день вот год и 8 месяцев я здесь в компании и вот именно мне вот по моему усмотрению он больше работает на энергии вот вы сейчас сказали эмоции он работает на энергии вот я хочу услышать ваше ваше мнение как наш продукт работает по энергиям вот вы свое скажите пожалуйста Леночка да вот никто не может сказать что нет энергетического поля нашего организма да и вот понимаете есть гармония между энергетическим полем душой и именно физическое тело и и в то время когда есть утечка информации сразу же страдает один орган а органы у нас работают в комплексе понимаете и сразу идет дисбаланс организма поэтому самое главное составляющее в нашем организме это энергетическое поле это надо очищать энергию но как можно иметь хорошую энергию если у нас неправильные мысли поэтому как работает наш продукт он насыщает нашу кровь он приводит вот именно печень кишечник в порядок где начинается именно те первые обменные вещества он заряжает клеточки энергией это вся энергия идет в кровь с кровью попадает в мозг понимаете мозг насыщается правильной кровью и правильной энергией идут другие мысли и мы резонируем совсем другое поле у нас получаются высокие вибрации получается повышение на автомате энергетического баланса организма мы становимся более стойкими люди тянутся к нам потому что люди всегда в поисках вот именно сейчас эти страхи вот с тем что творится вокруг и люди не успевают приводить себя в баланс они ложатся вечером уставшие а утром для них уже стресс встать потому что они не знают что их ожидает и утекает ночью утекает эта энергия вместо восстановления она утекает а если вечером дать один релакс и один хэпер кормит нашу печень вы даже не можете себе представить насколько энергичными вы встаете на второй же день потому что первый признак что нет энергии это неправильная работа печени чтобы знали от меня если человек встал утром вялым все печень дало первый знак поэтому вы даже не можете себе представить насколько умный продукт просто собрать все в себе вот положи под ротик иди зарабатывай миллионы можешь себе позволить все дома абсолютно здоровые никто не забирает время не набивайте себе кишечник тем чем не надо но это сто процентов уже потом уходит когда кровь поступает насыщенная в мост насыщенная кровь всем что надо идешь в магазин и теряешься ты не знаешь что ты хочешь купить потому что на витринах те же продукты что ты покупал дальше но раньше но они тебе уже не интересны не нужны тебя тянет на другой образ жизни тебя тянет на музыку на другую энергию тебе хочется уже со всеми совсем с другими людьми общаться понимаете ты хочешь уже по-другому жить это первый признак что ты пришел в баланс даже если другие крутят у бескар у него не их жаль им очень мало осталось очень маленький промежуток потому что время течет мир меняется и если мы не пойдем за миром мне очень жалко их очень 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 я вас хочу всех поблагодарить что вы мне уделили время что я хоть какой-то процент смогла донести до вас поблагодарить мою Эмочку и Эдуарда от всей нашей семьи от всей нашей молдавской структуры что они достучались до наших сердец помогли нам перейти через все обострения нашей жизни потому что когда мы все начали кушать продукт у нас у всех пошли обострения и самое интересное не на физическом уровне а больше на эмоциональном а если эмоции не в порядке сразу идет уже наш организм болеют законы вселенной да Леночка но вот из вашего ответа я поняла что то есть вибрации в каждом человеке то есть внутри каждой клеточки есть своя вибрация и настолько не изменился мир и эта вибрация должна совпадать с вибрацией нашей матушки которая нас родила и это просто чудесно как работает наш продукт но те кто кушает продукт кто в компании уже ну около года более может быть они уже это ощущают понимают то есть вообще человек меняется и когда люди тебя которые давно не видели и говорят слушай ты так светишься у тебя все хорошо я вижу что у тебя хорошо вы представляете какой у нас чудесный продукт и вот еще Леночка вы сказали мне тоже понравилось то что я в компании слышала наш продукт сам выбирает правда же Лен наш продукт сам выбирает людей да самое интересное я вам не сказала не все готовы и не всем выжить как бы страшно это не было сейчас идет естественный отбор населения и если человек нет 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 оставьте его в покое просто не нам за него выбирать Господь всем дает просто свое возвышение сверху и если человек сразу услышал или в поисках он сразу поймет и скажет слушай а как давно я тебя искал но если человек категорически нет поверьте мне этот вирус не просто так дан человечеству да это да для того чтобы остановиться осознать понять на правильном ли мы пути как мы живем и какие наши ценности в этой жизни если кто-то не поймет значит это его судьба мы за него решать не можем но наша самая главная миссия нести информацию всем не выбирая это продукт сам выберет не надо нам выбирать за людей да это очень важно Лена поэтому конечно я вот год и 8 месяцев в компании были люди которые не услышали меня и в принципе вот как говорит по всем ведическим законам да по Божьим законам нам всем одинаково дается жизнь и выбор у каждого свой то есть изменить никого невозможно можно изменить только себя поэтому это вот когда мне говорят умсынай как ты пришла в сетевой ты бизнесмен 30 с лишним лет в бизнесе ну ты-то зачем пришла в сетевой я говорю потому что сетевой это прежде всего большая работа над собой Леночка ты тоже бизнесмен да мы с тобой из одной пришли как говорится структур да крови мы с тобой в тот раз уже сказали знаете что я хочу еще пожелать вам всем очень больших структур потому что работа над собой идет когда ты начинаешь приглашать людей вот ты понимаешь что ты должен выйти перед ними и ты хоть на 2-3 шага должен быть выше чем они потому что тогда зачем им идти за тобой поэтому когда идут ваши приглашенные ваши структуры вы стараетесь все возвыситься больше больше чтобы ввести этих людей за собой и так же приучайте их и они будут дуплицировать и пойдут такие люди такие хорошие люди просто светлые и будет легко с ними работать но вы посмотрите вот смотрите очень много многих даже из нашей компании были многие из компаний выбрасывают потому что они несовместимы с нашим продуктом продукт выбирается хороших теплых светлых настоящих людей где много любви чудо наш продукт Леночка потому что я уже общаюсь со всеми нашими лидерами и я вижу насколько у нас вот знаете правильные люди чудесные душевные открытые и несмотря на то что они уже достигли больших квалификаций они зарабатывают огромнейшие деньги они открыты всему миру они доступны они такие же простые люди то есть корону короны нету людей настолько да Леночка ты же тоже общаешься со всеми все открыты и вот когда говорят семья IPL может со стороны кто-то не понимает но когда ты внутри системы внутри компании ты понимаешь действительно это как семья а почему как семья потому что в семье мы как друг за друга мы всегда готовы помочь поделиться брат сестра родители внуки да и это вот именно так в нашей компании поэтому это не просто компания это не просто проект это у нас семья IPL и вот мы с Леной в тот раз друг друга на марафоне встретились у Ларисы Гуковой это мой наставник и очень уважаемый человек который когда-то в какой-то сложный период для меня Лариса такую жирную точку поставила и вот с того момента я как прилипла к Ларисе к нашей Гуковой и буквально ей всегда пишу и где-то что-то я ей очень благодарна я благодарна всем моим спонсорам всем моим наставникам которые каждый день каждый день Вячеслав Мария Эмочка Лариса Евгения Новикова Нина Семена Шашукова это вы представляете люди которые миллионеры которые достигли огромных квалификаций структур они всегда всегда возьмут трубочку и скажут ну что ум сын что какой вопрос звание сразу мне звание сразу мне это чудо это ни в одной компании наверное такого нету поэтому тот кто уже здесь это уже просто счастливые люди и приводите сюда людей пусть наша семья растет развивается и у Ларисы на марафоне мы познакомились с Леночкой я когда услышала твою историю Лена я наверное сорвалась телефон этот микрофон включила и сразу сказала так все мы забираем Лена ты должна это рассказать всему миру я сегодня обязательно сохраню запись и чтобы и дальше дальше те у кого сегодня не получилось у нас было 108 человек максимальное число сегодня это представляете 108 человек услышали эту историю вдохновились разобрались услышали ответы на свои вопросы и эти 108 человек по 108 если отправят не представляете сколько людей мы можем помочь дать возможность эту поэтому Динарочка я тоже заняла время прошу прощения невозможно просто сказать не сказать такие слова благодарности поэтому Леночка огромное огромное тебе человеческое благодарю за то что ты есть за то что ты такая светлая за то что ты такая душевная за то что ты такая умничка открыта всему миру дай бог дай бог чтобы в своей семье деточки твои росли развивались дарили тебе радость счастье чтобы твои родители гордились такой умничкой доченькой чтобы твой спонсор Эммочка дай бог ей тысячу лет здравствовать то что она привела в компанию такого человека открытого я знаю что ты там ночами читаешь про продукт хотя у нас столько информации читай читай а ты еще дальше дальше изучаешь но мы с тобой правда звездные у меня здесь есть партнер Жаухара она говорит умсынай ну тут не на сцену сказано она говорит ты там читаешь ну что ты все читаешь и читаешь я говорю знаете у меня информационный голод наверное мы же в бизнесе нам не до этого было не до здоровья не до чего у нас там одно только зарабатывание денег и правильно ты сказал как волки как волки да Леночка мы вдруг когда собираемся с друзьями с бизнесменами о бизнесе мы не говорим потому что рот на замке лишний раз ничего не скажешь а тут мы все делимся ну и я хочу отблагодарить поблагодарить тебя Леночка и небольшой сюрприз от нашей структуры тебе подарить вот такой казахстанский такой знаешь это вау я хочу тебе передать отправить наполним его вот здесь наполним там сувенир лежит ну юрта я по секрету скажу тебе юрта фонально все сделано и я сюда наполню нашими кустанайскими вкусными конфетами которые славятся на весь мир и по почте тебя отправлю напиши пожалуйста свой адрес чтобы по почте там нужно все-все-все указать это тебе будет подарочек память о том что ты вот здесь сегодня была и столько людей услышали тебя увидели и просто восхищаюсь тобой солнышко свети всегда ярко-ярко на нашей прекрасной земле и хочу поблагодарить здесь всех гостей кто сегодня был кто нашел время пришел послушав моих любимых спонсоров всю команду которая поверила в меня так выключу микрофончик которая поверила в меня пришла и сказали ум сына и мы тебе доверяем ну если ты пришла в сетевой наверное все не просто так нужно идти сюда в сетевой да динарочка моя золотая солнышко вот представляете эта девочка мамочка троих детей столько у нее было преград с самого начала там чуть ли не вся родня вот так дыбом стали прекратить динара эту секту прекрати вообще выброси из дома динара там припрятала все тихонечко кушал и добилась своего девочка сегодня семья кушает продукт благодарит ее детки здоровы да динара ни разу там не пропускали ты говоришь да динара ну давай коротко свой результат давай уже в конце коротко я передаю тебе микрофон выключаю и все ты давай коротко скажешь и завершишь солнышко давай ну да я тоже в компании уже с декабря восемнадцатого года действительно у нас как-то так все началось непонятно пришли вроде потом вроде как отошли от этого дела но все равно мне понравился продукт в основном я пришла на продукт я как испытатель все на детях испытывала мне понравилось что ну как сказать дети они маленькие они всегда болели садик пропускали а сейчас тут сидит наш воспитатель кстати есть моей дочи она не 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 соврет да как сказать подтвердит что дети ходят в садик уже нет таких больших пропусков как раньше у нас были вот Ольга Леонидовна пишет вижу нравится сам продукт пришла я сюда на продукт и сейчас я в садик прихожу обязательно оставляю на 5 дней блистер гроу обязательно Ольга Леонидовна и младший ребенок у меня знает что обязательно надо пососать сосульку да вот ну и конечно сейчас как бы потихоньку уже смотрю на результаты нашей нашей команды да на тех людей которые пришли вместе со мной что я как бы отстранилась от бизнеса осталась с продуктом а люди шли дальше да я вижу результаты результаты по здоровью результаты по бизнесу не хочу отставать хочу идти вперед ни в коем случае да нельзя спасибо большое ей спасибо Вячеславу всегда на связи всегда поддержат помогут это невероятный продукт Елена еще раз вас благодарю вы ответили практически на все вопросы которые я как бы подготовила наша команда тоже помогала задавала вопросы чтобы составить небольшой такой план я в восторге от сегодняшней встречи даже сама от своего дебюта ну это конечно огромная молодчина и благодарю всех и каждого в отдельности чтобы просто нашли время и желание поделиться своей энергией и эмоциями так что жду от вас еще приглашения буду очень рада быть возле вас была очень рада иметь вас у себя в гостях в Молдавии если будет возможность приезжайте будем ждать так что всех благ вам до свидания всем девочки благодарим спасибо огромное всем до свидания до свидания Леночка Динара благодарю благодарим 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 благодарю за встречу Леночка благодарю вас благодарим вас огромное спасибо девочки спасибо за полезную информацию девочки ждем запись обязательно во всем огромное Мариночка, благодарю. Спасибо. Низкий поклон всем. Благодарю вас, девочки. Благодарю, Анжела. Пока. Спасибо, Мсунай. Какое-то чудо, Динарочка. Какое-то чудо. Какие у нас люди. Наверное, самый золотой фонд это люди у нас. Ну, Сумай, Динара, благодарим сердечно. Динара, тебя поздравляем с дебютом. Супер. Круто. Сейчас самое главное оставить запись, чтобы запись осталась. Все, сохраним, Вечеслав. Все, обязательно. Все. Я вижу, здесь и Мария была также, да. Всех благодарю. Мария с нами всегда. Наша Мария всегда с нами. Эмма с нами здесь. Да, Эммочка, также благодарю. Эмма тут нам про косметику рассказала уже. Мария целый день на связи сегодня. Да, да. У нас супер спонсор. Хоть и был в дороге, тоже ехал, но было приятно слышать все. Мария, включите микрофон. У вас микрофон включите, Мария. Я вас буду тестировать. Включай. 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 Я уже вроде как и вышла и снова зашла. Девочки, вообще обалдела, конечно. Не ожидала, что вот наши первые люди, которые только начинали с нами, у них такие ораторские способности. У Гукова, у Люды, у Жени, у всех. Они хорошо говорят. Ну, это для нас так это просто. Ну, когда приходят люди, вот год-полтора, и так красиво говорят, и так... Да даже не красиво, а говорят от души. И это идет от сердца, от души, от ауры все это. От нее прямо пышет добро. От этой... Лена ее зовут, да? Да, да. Лена Чебрак. Девочки, обязательно эту запись сделайте, потому что мы должны дальше послать. У меня молдаван полно. И я им пошлю, пусть они смотрят, как молдаване работают. Они, да че у нас там бедные? Ну, вот, я настолько по-русски, по-немецки говорю, бегайстер, как по-русски слабо. Я восхищаюсь. Восхищаюсь. Слова, то есть, эмоции летят впереди слов. Умцунай, у вас большое будущее. Вот эта молоденькая девочка, я думала, она не замужем, у нее уже трое детей. Когда ты только успеваешь. У вас что, света нет в школе? В общем, вы молодцы, девчонки. Это три линии у нее. Умцунай, сколько у тебя детишек? У меня трое. Тоже трое. Вот три линии у тебя есть еще. Подрастут, будут твои три линии. Обязательно. Девочки, я так рада, что у меня есть такая структура. Вы молодцы. Ну, я не знаю, вам прямо низкий поклон. И что мне туда к вам лезть? Вы сами все прекрасно делаете. Но если помощь нужна, с удовольствием. Нам нужно, чтобы ваш голос. Мария, мы скучаем. Я помню, как вы в Москве выступали, весь зал стоя аплодировал вам. Вы когда говорите, все, ваш голос, он все заполняет. Спасибо большое, спасибо. Но, знаете, вот эти знания, которые вот сейчас Леночка нам преподнесла, да? Очень хорошо Цирикович рассказывает о продуктах. Многие хорошо рассказывают. Но от нее шло что-то новенькое. В каждом выступлении мы вылавливаем самое лучшее. Вот. И я вот там, я себе сейчас написала, как я буду худеть. Это ты уже попробовала, что такая стройненькая? Девочки, он действительно наш продукт, он делает чудеса. Он делает чудеса, он делает людей другими. И вы даже когда идете на термин, на термин, на встречу. И обычно все люди боятся. Ой, да что ж там скажут, да как там получится, да вдруг откажут и так далее. Есть тебе релакс. Есть тебе ГТС. Есть тебе все. Всю палету. Вроде бы не пошли. И у вас будет успех. У нее же, понимаете, она, я думаю, у нее вся аура залеплена нашими продуктами у этой Лены. Она такая молодец. Я вообще, я в шоке. Я очень довольна, что у нас в Казахстане есть такие хорошие, талантливые. И в Молдавии, она же теперь из Молдавии. Но она напрасно пригласила нас. Я же туда попрусь. Обязательно. Пусть готовит вино молдавское. Хоть я не пью, выпью. Вот. Ну, в общем, я не знаю, я не знаю. Но у нас не могут быть плохие люди. Все хорошие. Я вам желаю, девочки, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Но она у нас в коробочках. Вот. Мы его в любое время поправим. Коронавирус пролетит мимо нас, как панера над Парижем. Вот. А еще я вам желаю земной любви, человеческого счастья и больших-больших денежных кошельков. Без них, ну, мы никак не будем. Хотим мы или нет, деньги нужны всегда, каждый день. Вроде и сидим дома, а все равно какие-то счета приехали. То есть, понимаете, ну, еще не отменили деньги. Нам с вами приходится на них делать ставку тоже. И я вам больших-больших чеков желаю. И они у вас будут. С такими лидерами, которые вам помогают, да, нам помогают. Они мне, Лена меня сегодня вообще завела. Вот. С такими лидерами. Мы точно будем в дамках. Мы точно будем богатые. Мы точно будем миллионерами. А Куликов сказал миллиардерами. Какой-то мы сами будем миллиардерами. Так что он будет мультимиллиардером. Да, обязательно. Успехов вам, успехов и еще раз успехов. Я вас всех люблю. А Умсунай у вас руководитель хороший. Вот. А там она всех. И ЭМ, и всех. Вот. Они вообще все обалденные. Сумасшедшие. А только в сетевом маркетинге могут работать сумасшедшие. Люди, которые думают по-другому. По-хорошему. Ну, в общем, я не знаю, что еще сказать. Я вас всех люблю. Спасибо, Мария. Мария, мы так давно не слышали ваших шуток. А вы думаете, вы не обалденные? Девчата, я там давала интервью, да. И это, Иванова Александров. Она пишет, ну, я дала, как порядочная, думаю, ну, надо скромненько так. Она говорит, Мария, ну, все хорошо. Где ваши анекдоты? Я говорю, я же не думала, что туда надо анекдот залепить. Вот, залеплю когда-нибудь. В общем, всего вам. Мария, вы сами сказали, ну, теперь почти все ушли, нас немного осталось. Но расскажите нам анекдот уже. Анекдот? Вам смешной? Ой, нет, подождите. А мы не будем садиться, потому что мы не остались. Такой, да, хорошо. Приходит ребенок с детского садика. И ругается, ругается матом. А родители за голову схватились и говорят, ужас какой, где же он научился. Дома никто не выражается. Пришли в садик, у воспитательницы спрашивают. Она говорит, нет, я никогда не выражаюсь. У заведующих спрашивают, не-не-не, вы что, говорит, ну, может, какой-то инцидент был, может, кто-то приходил к вам. А у нас здесь эти слесаря батареи меняли. Может, они подошли к этим слесарям и спрашивают, слушайте, ребята, может, вы при детях тут ругались, выражались. Они, да вы что, чтобы мы при детях, ну, может, какой-то инцидент был. Ну, говорит, вот Вова, говорит, уронил меня, говорит, с лестницы на ногу, говорит, батарею. Я ему сказал, Вова, ты не прав. Ну, давайте будем жить дружно, помогать друг другу. И ваше плечо мне обязательно нужно. Я свое вам всегда подставлю. Ой, благодарю. Спасибо вам. Благодарю. Благодарю вас за то, что вы такие талантливые и работоспособные. Ой. Я, если что не так сказала, целую. Отлично. Давайте. Всего доброго. Благодарю вас. Благодарю. Спасибо.